Просто папками. Мы были местными, местными папками. ГОСУ, оно же пришло из Кореи, из первого Старкрафта. Это, кажется, имело даже какой-то, и имеет какой-то перевод. Там всякие ХАСУ, ГОСУ, разноранговые обозначения игроков разного уровня игры. Поэтому ГОСУ, как правило, это были, когда мы, по крайней мере, играли, и относилась к каким-то корейским прогеймерам, причем первого Старкрафта, а не к Варкрафту меньше относилась. Местными оболтусами в М19 были. Конечно, конечно. Что было, то было. Так, ладно, КАХО против Старбака. ГОСУ, корейский термин, погуглил Доди-До, используемый для обозначения высококвалифицированного специалиста, а, даже специалиста. То есть это не игровая даже терминология. Никс говорит, прикольное место, мы там пили всегда, когда в универе учились. В М19 был бар, да. И пиво не было под запретом, то есть можно было прийти и купить. Мы, правда, занимались другими делами, мы катали и пили только колу. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па, хороший блок, хороший, 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 хороший. Ой, хороший! Ооо, какой блок, ой, шикарный блок. Ворка в три ГОСа, типа всяких, Граби, Фова, Фрогов, прочих же вертели по выражению Геннадия. Ну, в Ладри-то ты вертел, в принципе, всех, ты мог любого из них выиграть, потому что... Потому что все играли на Европе, если мы говорим там о Граби, не корейцах имеется в виду. На Корее тогда сложно было играть, потому что у тебя сразу пинг 250, причем это старый пинг 250, то есть полсекунды у тебя задержка. И что на Америке, что на азиатском сервере. Вот когда они начали на Европе приходить, там, помню, Пипс первый луз дал за карту, когда тот пришел, сделал какую-то стату, Пипс его поймал, и... Причем он специально его ловил, он добавил друзья, смотрел, когда тот ищет игру, добавлял и убил его. А сейчас пиво подзапрятано, я думаю, что в компьютерных клубах пиво не продают. В современных, могу ошибаться, в каких-то, может быть, и продают. Для этого нужна дополнительная лицензия. Скорее всего, там юрлицо другое должно быть по-хорошему, раздельные чеки. Так, Хантерс Холл. Но это Хантерс Холл под Т2. Каха собирается играть с одной базы пока что. Сейчас клубов компьютерных очень мало. Ну, по сравнению с началом 2000-х, конечно. Потребность в компьютерных клубах постепенно умирала по мере распространения нормального интернета, домашнего, и компьютеров. То есть клубы-то ходили главным образом для того, чтобы, если дома компания с интернетом, по сети поиграть. С друзьями или просто в онлайн. Тогда только-только модемный интернет, ну, к концу 90-х, начало 2000-х постепенно заменялся ADSL-ем, не о каких там выделенных 100 мегабитах или гигабите, как сейчас, которые там у некоторых провайдеров можно чуть ли не за 1000 рублей купить. И речи не было. Так, а вот сейчас проблемы есть небольшие у Каха, потому что к нему пришел Архмак Третий, футмены с Дефендом. Очень много времени выигрывают они. Виспы страдают, пытаются спастись. Два футмена погибло, но... Такое впечатление, что немножко рано пришел сюда. Все-таки Старбак. Хотя... Да, подпушивает. Лорницу, может, даже отменит. Нага мешает очень сильно, она... Да, минус лорница. Вынужден отменить. Фестфрейм тоже старик слушает, решил добавить. Компьютерные клубы тогда были парикмахерские, доступны большому количеству. Современные клубы, барбершопы, без пива, зато с меню и прерчами... Ну, там целевая аудитория сейчас просто в компьютерных клубах другая. Школьников гораздо меньше, чем было раньше. Я совсем недавно с удивлением обнаружил, что есть сеть компьютерных клубов Good Game, и они там франшизу продают. Потом вспомнил, что они писали письмо из серии «Можно ли использовать?» И мы вроде не это самое. Не запрещали, но... Любопытно, что... Good Game есть... Ну, там пришло письмо от товарища, типа, «О, у вас там компьютерный клуб, я пришел поддержать Good Game». Не совсем так, но тем не менее. Элементаль пытается виспану, все у Каха под контролем. Тем не менее, Каха здесь выступает все равно в роли догоняющего. Ему нужен темп, ему нужно как-то реализовывать сейчас первых медведей. Потому что экономика у Старбака гораздо лучше. Базу он поставил без особых проблем, напомню, потому что от Хараса быстро отбился и заставил противника стелепортироваться, что фактически означает, что Харас прекращен. То есть ты не будешь так вот опрометчиво, не имея телепорта, возвращаться в той ситуации и продолжать какой-то Харас. Во-первых, когда ты перейдешь, там уже магическая вышка, скорее всего, будет. Плюс, если что-то произойдет, ты не сможешь быстро вернуться на базу. Там намечается рефлопуш, тоже стандартный. То есть Старбак как будто думает, что там будет ответная база, там ответной базы не будет. Да, да. Старбак пока здесь, мне кажется, у него больше шансов. Есть франшиза, писать после поражения Good Game. Тебе писали об этом? Мы же и выбирали название для сайта, чтобы оно было максимально универсальным, чтобы и киберспорт, и это самое. И по играм. Самое удачное в Good Game, кроме синего дизайна и отличной команды, конечно же, это доменное имя. godgami.ru Хороший сайт. Два свитка лечения покупает Старбак. Выбил артефакт из магазина. Футмена не отдал. Доедает оставшиеся вещи. Исмаил Пека. Да, Пека с Аскадотовая. Все идет под пуш. Под пуш, скорее всего, захлебнется. По двум причинам. Во-первых, вышки. Во-вторых, лимита у Старбака больше уже сейчас, и он продолжит сейчас штамповаться дальше. 59 на 48. Телепорт? Даже так? Телепорт. Димка пустой. Тюминус тролль на парочку рабочих. Телепорта нет. И Стафа нет, Стафа нет! А что он собирается? Это же... А, там бутылка, извините. Блин, я вообще не увидел в инвентаре бутылку у Демон Хантера. Думал, зачем он разменивать сейчас? Он же не может ничего сделать. Ну, а за счет вышек, рейнджовых юнитов, там рифлы стреляют, причем под скролл за бистом они стреляют. 25% бонуса. Форкет неплохой. Каха неплохо подрезал большое количество мелочи. Медведи срубили вышку, и... Но тут минус Мишка не сделал баниш на этого, на рифла. Бладмейдж отступает. Как так получилось, что Каха здесь... Ты рискуешь. Ой, светоклещение. Близко, очень близко. 44-48, Каха уже больше. Как вот... Как вот... Да, да, да. Еще Форкет может лететь! Ой, ошибка. Ой, сейчас... Чисто на микроконтроле, неправильные позиции здесь выигрывает Каха. Старбаку не надо было лезть от своих вышек. Подщемиться, может быть, немножко подкайтить. Но мне тоже со стороны казалось, что ситуация у него хорошая. Как он его... И минус конь, я бы вышел. ГГ. Офигеть. Молодой китайский щегол с этим... С красным глазом. Это единственная фотка Каха, которая есть, разыскивается сразу. Можно черно-белый сделать. Wanted. Написать внизу. Ну, это молодое дарование, как вы помните. 24 года. Хапачатом на одном турнире. Что-то там 3-2 или 3-1 выиграл. Вот. Такое впечатление, что его поймали на улице и сказали, надо сфоткаться. Он не сразу согласился, но... Но потом в результате его щелкнули. Каха опасен. Дисконект, привет. У Старбака микро-то не было. Он 30 секунд долбил Диму с большой бутылкой, чего он ждал. Да, и у него нижняя вышка как минимум не работала. И там все было под слоу. То есть ты же можешь эту штуку всю кайтить. Там ни одной дриады, ни одного виспа. Сорочка кидает слоу, все, все отступают такие, смотрят, что происходит. Плюс он плохо банил рифлов. Он не выжигал нормально ману у Наги, раз она там 4 форки-то сделала за свою жизнь. То есть там... Он зашел в это сражение, имея там 12 лимита плюсов. Там было типа 48 на 59 или что-то в том роде. Плюс вышки, плюс ополченцы. Ты это отбиваешь легко. Велплейт говорит, кто только Хопача не выиграл. Это было где-то 3 турнира назад, совсем недавно. Статистика против оппонентов 1-0. Сто процентная стата. Паэлла 10-19, разница серьезная. Причем Каха еще слетел, он был шестым вообще. Тоже где-то с месяцок назад. Следующая карта. У Старбака по результатам первой игры, на мой взгляд, самая большая проблема, это то, что он проигрывает по микроконтролю сильно. Потому что с точки зрения разводов, принятия решений внутри, хороший Харас, поставил спокойно базу, подмикрил даже этого Демон Хантера, подблочил прекрасно. Зашел с прекрасными сходными данными на сражение. Вообще он должен был пушить через минуту в эльфа. И не смог реализовать это преимущество. Долбил, долбил Диму, бутылка, слоу не реализовал, подвышки не отступил, ману у Наги не высасывал. То есть там было много вещей, которые он недоконтроливал. Рифла отдавал, там один рифл стоит в банише, второго бьют, у Бладмейджа почти полные маны, он не спасает второго рифла. А у баниша, считайте, нет, КД, а там, типа, секунда, пока там... Всегда доступен, считайте, баниш. И получите первую мапку на днях. Элойд, привет. Да. Легкие спайки внутри игры, не переживайте, это не трансляция лагает, это у них внутри игры. Хороший опять блок, футменом, выигрывает несколько секунд. Найс, для тех. Старбук, here, with the Archmage, also getting ring плюс-4, which is definitely not ideal for the Archmage. We always prefer damage items in the early game on that one. Okay, Todd. I mean, yeah, I don't think any of you would be too happy with this result, to be fair. Интересно to see that Starbuck summoned the Elemental and is directing it towards the expansion. Ополченцы побежали к Элементалю, Элементаль будет танковать. Разведка сработала, Висп доложил Демон Хантеру, что там ребята собираются экспант криппить. Криппинг классный. Так тоже практиковали, на самом деле, Хуманы, играли в стародавние времена. Вплоть до того, что Архмаг там с двумя футменами бежит сразу в агрессию. Просто задача развлечь противника, а там шесть ополченцев, семь, в зависимости от карты, справляются с слабыми нейтралилами. Рабочие страдают... Ой, Дима оттуда не уйдет! Дима оттуда не уйдет! Дима не уйдет отсюда! Убил рабочего, но это минус телепорт. Ну... Ох, хорошо. Да, Архмаг должен был вправо уже. Шаг вправо, шаг выстрел. Минус два рабочего. Хорошо, да. Что в результате? В результате Старбак будет ставить базу, так же, как и в первой карте у Демон Хантера нет телепорта, и, соответственно, будут проблемы с продолжением какой-то агрессии. А, нет, слушайте, тут больше рабочих умерло. Тут три раба умерло. Мунвэлов не хватило, чтобы этого Диму на ноги поставить. Архмаг третий сейчас будет. На Мурлоках ребята там стараются строить. Вот это правильное строительство. Магическая вышка одним, четырьмя строим остальное. А где третий, кстати? Чуть-чуть не хватило. Нага выскакивает укахом. Опасно. Что там по вышке, по-магическе? Наполовинке. Пытается Арканку починить с другой стороны. И позиция, видите, для строительства хорошая здесь. Можно рабочих гонять между нычкой и башней. Нага дома. Оп, смотрите, какая застройка классная. Дима догорает, ману тратит, никого убить не может. Дефенд появляется. Без Диман Хантера здесь не справиться будет с этой наги, с арчами, с футменами. Добьет своего. Но Дима возвращается. А вот Дима начинает гореть, и тут два красных футмена тут же отваливаются. Остальные подставляются. Единственное, что элементарий заставляют отступить пока эльфа. Но ненадолго. Вот подлечился, и все, и опять в бой. Имеет ли смысл виспа хотя бы одного? Да нет, Дима справляется тут совсем. Все отгоняет спокойно. Арчей старается, добивает, видите, Астербак. Как будто и с контролем все хорошо у него. Минус все футмены. Ни одна Арча не умерла. Добивает еще третьего юнита своим элементалем. Красиво. И, да, это не выглядит так хорошо, как не один для Старбак. Да, я боюсь, что нет. Старбак совершил одну работу, которая, конечно же, удалить мунвелл-жусы. Как мы видим здесь, в Кахо. Это ударит в день в любую секунду. И эти мунвеллы будут как длинные, как Сахара. Как же спайкает внутри игры. По стратегии у Старбака те же самые рифлы-кастеры. А у Кахо та же самая тема, давай-ка в медведя и попробуем подпушить. Неплохо развлекает. Эльф должен был крепиться с Бараком, но Архмак с одной стороны, два футмена с другой. Ой, опасно, опасно, сейчас Форкет будет. Аккуратно. Там мана была на Форкет Лайтинге, там Мак рисковал. Нагу свою покупает Старбак. Ну и в центре он ничего не сможет сделать. Вот куда он лезет сейчас? Зачем? Два красных футмена, халявный опыт, это раз. А Мак битый. Неужели время, которое он потенциально здесь может выиграть, оно важнее, чем потери вот эти вот. А Бладмейдж не лучше смотрится просто слепому? Ну он в прошлый раз через Бладмейдж играл. Бладмейдж требует силен в плане контроля, ему не хватало для того, чтобы нормально там высасывать и банить. Плюс есть, возможно, благодаря Наге он и может сейчас более-менее там в центре что-то противопоставить. Ну тыкнуть вражескую Нагу, например. Медведи красные, например. Ой, ой, минус Мишка, а вот это вообще неожиданный. Как здесь можно было в принципе Медведя потерять? Нага умрет, она... А, нет, у нее сапоги. Сейчас еще Рифло можно подблочить. Не свою Нагу, Диму! Так, ушел. Видимо, из-за того, что нет Дриад, Элементали, Элементали здесь внесли тот самый вклад, которого не хватало. То есть футмены развалились сразу же. Рифло на тот момент еще не было. Был битый Архмак и свеженькая Нага. Все. Нашел крепится Каха. У него есть небольшое окно, пока там еще один-два медведя не выйдут с Риджувом, ты все равно не можешь с Димкой идти в атаку. Вот, медведи пришли, Риджув сделали. Второй Риджув сделали. Плюс тут можно, кстати, вампиризм выбить. Плюс 6 инты Наги передать. Передает и арбу ему. Дима танковый. У него эвэйжен на продаже, на самом деле, потому что он уже почти четвертый, этот артефакт не будет вообще никакого профита приносить спустя там пару киллов. Но он не продал его, эта ошибка. Мог свиток просто получить за ненужный артефакт. И снова идет атака от Каха, и снова у Старбака есть легкое преимущество в виде там 8 лимита. Но в интересах Старбака откладывается это сражение как можно дольше, потому что база-то у него стоит. Обкип не обкип, ты все равно получаешь в такой ситуации на 40% больше ресурсов. Блин, и опять мы не под магической вышкой сражаемся, мы стараемся... Во, ну пошел сейчас, по крайней мере, какой-то кайт. Ну рабочих не отдавай на халяву, пожалуйста. Ой, они там время не выигрывают почти нисколько, только опыт дают. Четвертый Диме, третий Наге. Пять медведей. Дима заряженный, форкет, игра подлагивает. Свитка не хватает лечения Хумену. Полный хаос, там рифлы мимо медведей пробегают, теперь он отступает на магическую вышку. Вот что сразу на базу не залезет? Вот кто мне скажет из Хуменов? Сейчас минус... Ну какого лешего? Господи, у него 500 голды на руках, он пробегает мимо магазина, битым архмагом, у которого инвентарь пустой, и не покупаете бутылку жизни. Ну что ты делаешь? Не, это однокалиточное. Он с такой... Он раз за разом умирает от одного и того же пуша, исходя из... Ну, зачем сражаться? Зачем сражаться рядом с базой, если можно внутрь зайти? Расскажите мне, Хумены, уважаемые, какой смысл было пробегать мимо? Какой смысл было ментов так выводить в чисто поле, на медведя отдаваться? Ну и этот архмаг, который пробегает куда-то мимо магазина с пустым инвентарем, когда у тебя есть деньги и не покупает бутылку. Ну, это вообще. Рабочие побежали сейчас на... Сидишь, улыбаешься. У тебя рейнджовая армия. Медведи не в жизни смогут пробежать через этот верхний узкий проход и что-то нормально сделать. Зашел там, ну пусть они грызут, пусть они сгрызают эти фермы. Ты же зато штампуешься с двух баз. Нормальная же тема. Виви говорит, здесь не позиция проблемы, а тут человек не умеет управлять больше, чем двумя юнитами, хоть звучит как ЧСВ, но он очень слабо играет. Может быть, нервы у него, не знаю. Может быть, он не ожидает, что чувак раз за разом будет его вот так вот на контроле, таймингово пушить. Яхазы. То есть вышки есть, база застроенная есть, рефлокастеры есть. Куда ты в чистое поле лезешь против медведей? Зачем? Именно поэтому эльфы, как правило, в этот момент еще параллельно виспа выводят на экспант. Потому что, ну, ты... Хумена, не факт, что продавишь вообще. Привет, Ворфей. И у Кахи еще виспов не было в очередной раз здесь. То есть можно было с этими двумя сорками спокойно его кайтить. До посинения. Просто после какого-нибудь сока, романтика, да, Старбак явно играет плохо. А Каха сейчас догоняющий экс поставит, посидит на лимите 50. Может быть, даже дирижабль возьмет, потому что можно сейчас как раз лимитом 50 поразводить противника. Грейды поделать... А, уже у нее нычка делается. Сори, я не заметил. В продакшене справа, оказывается, дерево у него уже растет. Вполне вероятно, в тот момент, когда он пушил, у нее нычка строилась. Ну, то, о чем я говорил. Потому что, опять же, ты как эльф не можешь гарантировать, что ты пробьешь с одной базой медведями противника. Ну, не можешь ты это гарантировать. Там плюс одна вышка, уже другая ситуация. Хорошая застройка. Чувак зажмется, ты ничего с ним не сделаешь. Медведи подходят, начинают грызть и по ним начинают все стрелять. Здравствуйте. Все толпится, никто не пробегает. Начинается битва. Старбак, но лимит сопоставимый. Дима четвертый доконтроливает этого. Отступает. У нее ни одного свитка нет. У него ни одного свитка нет, а там эмалятся вторая форкет. Ну и плюс стенка на стенку, там медведи все равно родномерно урон наносят. А тут хилвард есть хороший. Через магазин сейчас должен вернуться. Да, магазин, смотрите, купил свиток, переучился на Близзард. Может быть, кстати, да. Может быть, это поможет. Рабочий, родной, не надо, не надо. Да есть у нее там база, не надо жертвовать. Просто по поведению эльфу понятно, что там нычка. Он бы терся уже рядом снова у тебя на мэне, если бы у него не было бэкспанда и не крипился совсем. Ну, надо давить. Там же шахты прикапываются. А Каха молодец, он не хочет лезть вот в этот узкий проход. Надо Близзардом заливать. Ой, медведи под слов, под Близзардом. Ай, красота! Но Диме плевать. Он горит, он идет вперед. Форкет хороший. Медведи в разные стороны. Форкет идет неплохой. Свитком лечения отвечает на этот Форкет. Спеллбрейкера подконтролить. Близзард сделает на отступание. Там пятая Нага уже, третий Форкет. Господи, там Архмагу два прокаста умрет. Да, медведи подходят. Риджуф нельзя использовать, потому что брейкеров много. Последний этот... Последний Близзард. Близзард в последний зашел очень хорошо. Минус один медведь. Два чудом красных уходят. Риджуф перекастовывается с кого-то там на Нагу. Архмаг. Ой, как хорошо закайтил. Там став есть. Ой, есть! Вот это важный момент. Сейчас он на отступление потеряет. По лимиту, конечно, 66 на 65, но медведи красные. И в такой ситуации, когда вы с брейкерами лицом к лицу посражались, у вас есть проблема с тем, что нечем их лечить. А, тут только один висп добывает. Тут можно еще, кстати. Да, Патрик, здесь не трансляция подлагивает, это спайки у них внутри игры, такое бывает. Особенно если там китайцы, корейцы, все вперемешки, чем больше народу, чем выше шанс, что будет работать нестабильно. У меня все, тут такие легкие спайки, это даже лагами не... Звук не лагает, а вот картинки иногда дерганы. Вот час, например. Как будто кадры про это самое пропускаются. Время, конечно, работает не на старбакам. Там медведи подрегенятся, подлечатся. База сейчас начнет работать. А что по грейдам? А, там 2-2 у медведей. 2-2 у медведей. Инвул, архмагу. Может купить что-нибудь там, те же самые хилварды бы зашли неплохо. Уже эльф обогнал по лимиту. Хороший комментатор там второй. Я не знаю, кто это такой. За эльфов играет явно. Или за хуманов, или за эльфов. За хуманов, причем знает хорошо своего врага. Типа говорит, что здесь должны быть фейрики уже. Видите, воркшоп делает как раз старбак против фейрика, потому что самое страшное, чем можно вот дополнить оставшуюся армию. Минус мейн будет сейчас. А, не, не будет. Он провоцирует. А можно было, кстати, и мейн убить. Позиция сейчас у эльфа плохая, потому что... Да, он будет мейн убивать. Сейчас форкет сделать на трех рабочих. Слева и мейн убить. Форкет, смотрите. Не, я... Нага не туда пошла. Что-то какой-то хаос происходит. Да, здесь... Просто оверкил получается какой-то. Ну, с запасом выигрывает. Сейчас убить мейн, прожать телепорт, который есть у Наги, и спокойно уйти. Все. И ждать вот эту вот атаку суицидальную от старбака. Старбак, которого на камере можно увидеть, пока не показывает эмоциями, насколько все плохо, но это... ситуация гэгэшная фактически. У него есть всего лишь одна атака, которой он должен убить превосходящий лимит врага, превосходящий почти на 20, плюс экономика 800 на... золото на руках у Каха. То есть он может еще экспант отдать, там достроиться, к Мунвеллам отступить. Это нереально. Почти нереально. Сейчас будет финальное сражение, вынуждено финальное для старбака, он захочет вот эти вот два свитка реализовать. Там еще 5,5... Отличный форкет на одного юнита, прям респектос. Начинает контролить синвиз, делать. Но тебе некуда отступать, друг, надо разворачиваться, сражаться. Он разворачивается, начинает сражаться, у него падает брейкер, при этом маг пытается залить что-то, Нага просто врывается с 5-го левела. Инвулл, хотел форкет сделать. Архмаг заливает Близзардом. Ну, тут армии уже нет. 50 лимита на 80. ГГ, 2-0. Да, да. А не надо было отдаваться на мейне просто. Каха раз за разом играет с одной базы, приходит, ты его отлично харассиваешь на Т2, но при этом, имея все для того, чтобы отбиться, почему-то отдаешься у себя же на мейне. О, сейчас послушаем Леона. Я думаю, ему стоит. Короче, готовится лучше к пушу, позицию правильную выбирать. Я думаю, что в первой игре он играл очень агрессивно, и Каха прекрасно, он лучше разменивается, разменивается лучше. Благодаря Реджуву. Очень важно, короче, для... Короче, делать то, как он делает, замедлять лорницу, но когда пушит, приходит. И то, что он в конце концов отбивается, показывает, что у него есть шансы в затяжной игре, что про экспоненты я не слышал. Ну, может быть, гвардовскую вышку добавить, и что-то про преимущество по ресурсам сказал. Короче, фактически тоже то, о чем с вами мы говорили. Отличное начало, неплохая середина и отдача на мейне. Очень жесткий кот пришел. Здравствуйте. Говорит, для человека далекого от Варкрафта можно сказать, кто играет. Именитый киберкатлет или папашки из чатик? Соревнования какого уровня сравним с чемпионатом Республики Дагестан по вольной борьбе? Смотри, есть единый рейтинг, ладер, точнее, Warcraft Re Champions называется. И по результатам этого рейтинга лучшие игроки попадают в плей-офф. Их там выбирается человек 16, и они играют за призовой в несколько тысяч баксов. По сути, есть разовые турниры, в которых призовые фонды бывают больше, чем на этом. Но на этом фактически 70% всего топа конкретно в эти 16 игроков попало. Попал и Happy, и Moon, и Focus, и Foggy, кто там еще, и Sok. То есть из топ-10 человек а и Каха, собственно, 10-й. И стоп-10 человек здесь, наверное, играет, ну, 6-7, по сути. Но есть и слабенький. Вот Старбак, он все-таки не товарища стоп-10, он замыкает второй десяток. И разница видна. То есть вот, когда дело заходит, дело доходит до контроля, видно, что Каха меньшим лимитом, да, он более технологичный, но даже с учетом преимущества, там, Старбак взевает. Взевает юнитов, взевает иногда героев, неправильно оценивает ситуацию, выбирает неверную позицию уже во второй игре. И... Сейчас Каха против Каха играл внизу. Картинка такая. Короче, игроки хорошие. Хэппи отлетел от Сока. Его в этом турнире уже нет. Живой Сок, живой Мун, Фоги. Ну, скорее всего, Каха выйдет. Ну, там есть еще серия игроков. Да, это довольно весело. Это? Ну, это весело? Это как играть, это счастливее. Ты знаешь, что ты должен ожидать, и это все очень ужасно, чтобы играть. У нас сегодня было где-то часик Диабло, мы закрыли 17-й, 18-й и половинку 19-го с первым уровнем из Уала. Но она стоит там, ждет на 19-м уровне, у нас. И не факт, что сегодня дождется. Реквен Мьюзик пишет, при всем уважении к Сарбакуу, это другая лига для него, опять же, имха. Я тоже хотел сначала так сказать, но разница между 10-м и 20-м местом, она не такая большая, как там топ-10, топ-50. То есть тут не так много вещей нужно принципиально ему исправить для того, чтобы карту взять. В первой игре у него было преимущество. Старбак и Хавка на уровне? Приблизительно да. Я думаю, сейчас да. По игре у Хавка преимущество должно быть где-то там, типа 65, может, 70%. Но на статистику посмотреть. Что нужно исправить? Прическу. Взрослые люди играют в Варкрафт, но еще. Не-не-не, Архмагда бил. Конечно, конечно. Но если второй и Демон Хантер. 2.0 по XP стоит, там второй Демон Хантер вырывается, уже с эмаляцией с Берном. Продал телепорт и купил. А он, наверное, телепорт продал, исходя из логики, что в первых двух играх он этот телепорт все равно отдал в самом начале игры и, ну, типа он ни на что не влияет, якобы. Арчо спасает. Ой, слушайте, а там нычка ставится сразу же. Там же база у эльфа халявная, полухалявная. Другая стратегия у Каха. Молодец. Пошел делать разведку, но с такими битыми футменами он уже эту нычку не накажет. Если здесь есть виспы, потому что бежит сюда архмаг, подходят виспы, молодец. Эти два виспа, это как раз на архмага с элементалем. Вот это надо диспелить сразу. Выводи! Нет! Элементаль начинает, видите? Ой, молодец. Он начал бить элементали, потому что два виспа, чуть-чуть им не хватает. Ой, просветка от архмага. Нифига себе, как все продумано, а? Но нычку не отменить. Если бы двух виспов, выведенных здесь не было, архмаг с элементалем могли бы эту нычку отменить. Очень грамотный дебют от Каха. Ну и ситуация, конечно, очень сильно отличается от двух первых игр, потому что база эльфа — это фактор. Ты просто не можешь там сидеть, ждать, или там пассивно как-то крепиться на месте эльфа. Тебе нужно предпринимать какие-то более активные шаги, чтобы... Ну, эльф там не дожил до Т3, имея при этом экспанд. То есть тебе нужно пушить врага активненько. То есть я ставлю на нагу, прям 98%, что у Старбака будет снова нага. Никаких блодмейджев. Максимальная агрессия. И те же самые рифлы-кастеры просто раньше. Просто вот раньше, 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 раньше. Вот два барака-рифлы, пожалуйста. А вот это, кстати, возможно, ошибка от Каха. Потому что... Потому что, может, не успеет. То есть если он успеет там третий плюс получить, то это серьезное подспорье. С другой стороны, если Старбак сделает какую-то хорошую агрессию и придет пораньше, или там словит хотя бы разок на криппинге эту панду, ну, он сам пассивно играет. Ну, там явно хумные сидят просто. Профессиональные или полупрофессиональные. Ну, посмотрим, что он на Т2 возьмет. Если он увидел просто бы панду, то, может быть, Бладмейдж был бы реально более хорошим вариантом. Но он пошел, кажется, в центр. Была у него какая-то разведка элементарная. Сейчас он пропал, видимо. Поэтому он не взял никого. Ну, и не заказывает его в таре. То есть это... Это Нага. Это Нага. Нага, рабочий, застроечка, погнали. Футмен здесь стоит. А чего Нагу не взял сразу? Вот, Нага пошла. Да, да, да. Еще можно было подблочить Димку. А он без... А, он с персоналкой. Мы все равно не убили бы его при всем желании. Почему не взять саперов? Ну, во-первых, на этой стадии только-только второй сапер появляется. Во-вторых, на этой карте только... Ну, мастерские. Надо ее закрепить еще справа. Плюс, если что-то пойдет не так, у сапера 100 хитов. Это не факт, что спокойно пробежишь к экспанду. Есть вероятность потерять большое количество ресурсов. Обычно саперов берет тот же самый Фоги в ситуации, когда он точно не знает, что экспант не пробьет и потратит саперов, ну и деньги на них, там, условно ради 50% шанса взорвать базу. Это нормально, потому что альтернатива еще хуже. Но здесь вроде у него все идет по плану. Он делает там рифлокастеров и идет пушить. Эти панды третьей пока нет. Нага помогает. Штрафует юнитов. Ай, чуть-чуть рифл своему архмагу помешал. Блин, ни одной арчи что ли не подрежет, похоже. Ни одной убьет. Можно было ставщику спеть купить, Димка, и спасти эту арчу. Все-все-все, рабочих брать, бежать. Все, 58 лимита, надо выходить. Потому что эльф охренел. Он ставит базу, берет панду и выходит в Т3. Что там по свитку? Не хочется свиток раньше времени брать, что присты подходят. Вот. И что, мы давить будем на экспант его или на мейн пойдем сразу? У нас разведка есть? Вон, менты побежали. Все, ну прочитано, все. Прочитан второй герой, прочитана более агрессивная тема. Но если Каха в такой ситуации как-то отобьется, я хз как, правда, потому что у него леса нет. Панда не третья. Преимущество на 10 лимитового врага. Присты работают, лечат, застройка пошла. Вот. И пока там красная лапка доделается, тут уже застройка будет вовсю. Тайминг шикарный у Старбака. Молодец. Он здесь играет четко. Минус первая дрядка. Свиток, 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 свиток. Не, рановато. Он даже рифла ни одного не отдал. Красиво. Сейчас надо вовремя сделать свиток. Нагу можешь спасти. Дыхание, вот сейчас свиток. Свиток. Молодец. Вообще четко. Только Нагу не отдай. А медведи, это самое, появляются. Архмага не отдай. Архмаг, телепорт, это единственный шанс. Блин, нет. Отдай, мага. Если убивают, отдай, забей. Айн Вул передал. Ай, красавчик. Минус дриада. Все, это 2-1. Да-да-да-да-да, 64 на 44, все. Да потому что не надо, блин, панду брать, экспант ставить и выходить в Т3. То есть вы... Мун в таком случае, он не заказывает Т3, он просто массит дриад до лимита 70 и отбивается от рефлокастеров, как это ни странно. Просто масса и дриад, и там за счет размена получает там панду более высокую и так далее. Все, это мертвый эльф. Каха нужно отправить домой и учить матча. Слишком нагло нельзя против грамотных хуманов играть. Нельзя. Ге-ге. Все, четенько. А я говорил, панда не очень. Все, не докрипел до третьего. Получил. Тайминговый пуш с застройкой синхронной. Все. А что надо было ему сделать? Ну, есть разные варианты. Первый, ты берешь так же нагу, вторую играешь агрессивненько. Просто с Димой, с Нагой. И твоя задача, типа, не... Ну, у тебя альтернатива какая-то, что мы видели сейчас. Ты уходишь в пассив, пытаешься панду прокрепить и пытаешься дожить до медведя. Он мог взять нагу, поиграть агрессивнее, там, с эмалляцией поразмениваться. Цель просто выиграть там полминутки, минутку времени для того, чтобы вот успеть до медведя дожить. Это вот первый вариант. То есть не отпускать хумана, потому что так ему пушить с рефлокастерами вообще фривольно. Он без замедления к тебе придет. Второй вариант — это не идти в Т3. База отлична, но из-за того, что тебя с более ранним экспандом чувак, который остается на Т2, идет пушить, у тебя времени мало. Ты тратишь ресурсы на Т3, при этом вынужден сражаться до появления первых медведей, потому что вышки уже грядятся, ты вынужден сражаться просто. Иначе они достроятся, и с вышками ты уже ничего сделать не сможешь. Повторюсь, Мун в таком случае тоже остается на Т2 и масят коз. Коза нейтрализует, соответственно, там, элементали Архмага и вырываются периодически в кастеров. То есть там идет такой размен, может быть, даже он не выгоден эльфу, учитывая, что рефлы с дриадками лучше справляются. Но это Мун, он лучше контролит, с разных сторон набегает, бла-бла-бла, плюс дриады позволяют себе еще разводить, там, подкрепления перехватывать, они многофункциональны. Но им внимания нужно очень много. Вот, и все, идет размен, панды качаются, а дальше у человека заканчиваются свитки, и он на следующем дыхании от панды просто уходит. На карте один магазин, свитков на все, ну, не напасешься. Аркада от китайца. Да-да-да, я думаю, что Каха шел в эту стратегию, исходя из того, что, а, он ведет 2-0, и он, типа, может попробовать понаглеть. Потому что, повторюсь, экспант, Т3 и панда — это три очень, очень наглые вещи. Противник должен, там, пассивно отыграть, чтобы ты получил плюшки от, там, и медведей, и качаную панду, и еще экономику хорошую. Старбак сыграл очень четко. Вот он сыграл так, как нужно. То есть он увидел базу, понял, что он ее не накажет, и понял, что надо ему прямо по четкому таймингу прийти с застройщикой. Застройщик тоже важна в такой ситуации, она провоцирует противника сражаться тогда, когда он не готов. А Эльф там не готов, условно, до 70 где-то лимита. То есть у него к этому моменту, если он штампуется и делает медведей, только появляется там Грейт и все остальное. Ну ладно, 60 с небольшим. За Динаи своих, Артос спрашивает, режется... Не, вообще не дается, в этом и смысл. Вот он Лейвс, очень контактная карта. Владурбатер спрашивает. Сегодня какие интересные матчи ожидаются? После этого будет еще матч... Блин, а с кем там... С кем там играл... Хавки уже забыл. С Хитманом. Я, возможно, не буду этот матч смотреть. Леон, это немецкий Хумен. Он на этом турнире, кстати, принимает участие. Завтра будет играть против Муна. И мы этот матч обязательно посмотрим. Опять подспайкивает немножко. Козлик. Он боится, что Старбак будет ставить базу по-любому. А карта очень контактная, как я уже сказал. Есть опция поставить базу в правом нижнем углу Хуменом. Как раз об этом и говорит комментатор другая. Ну, это толковые комментаторы. Там все, почему лучше на натурале ставить. Там 1.9 экспы, что у эльфа нет. Хумену проще второй уровень получить за счет раздельного криппинга. Если динает нормально, то козел ничего... Ну, второй долго не сможет получить. У него прикопки не будет. То есть там нормально человек разруливает. Кипер крепится. И пошел ставить базу Старбак в правый нижний угол. То есть, скорее всего, здесь будет все-таки от Каха тоже догоняющая база. И какой-то харасс от козла на вражескую базу. Здесь вот виспа, на мой взгляд, не хватает. Два элементаря стоят вместе, рядом с Архмагом. Такая халява. Можно было сразу задиспелить хотя бы одного и получить второго козла. Чего? Второй козел и висп. На чаши весов, очевидно, в пользу второго козла ты склоняешься. Не говоря уже о том, что если ты там задел больше, чем одного элементаря, то там получил опыта больше, там рабочие, более битые. А если там бинго будет... Во, элементарь, все, задиспелили. В общем, Вардан не играет. Играет, но больше играет там какой-нибудь Сла Лайт, Калорфул. И очень редко Мун. И на определенных картах она... Она очень сильно отличается. Стиль игры просто отличается. Тебе нужно многие вещи перестраивать, чтобы нормально за Вардан катать. А вот и козлик прибегает. А почему сразу прикопку не сделали, кстати? Хотел выкупить троллей. Еще голос с Ивова стал играть. Не сказать. Он, видишь, он не ставит ничку. Он также с одной базы будет душить. Просто делает, видимо, ставку на кипера, как на человека, который... Который лучше подхарасит. Следующие энты пошли. Не вовремя начал магическую вышку бить. Не успеет, не успеет. Старбакс спас нам двух рабочих. Надо снова энты вызывать и пытаться этих двух рабочих убивать. Не ясно, с какой стороны этими энтами подходить, но то, что их вызывать нужно, это 100%. Может, персоналку даже взять, чтобы кипер туда смог... Да, персоналку. Молодец. Прочитано, ребят. Ой, три раба, пытаются свалить. Ааа, сейчас могут разминуться. И кипер телепортируется. Куда? На мейнг себе телепортируется. Арчу подрезали. Третий архмаг. Догоняющая база. Слушайте, Старбак здесь может очень хорошо... Это может быть 2-2. Он отменяет гарантированно базу. Какой ценой вопрос. Рабочих спас. Там энты добежали на экспант. Нам не показывают, но энты прибежали. Искали этих рабочих. А те спокойно собирают на мейне. Прекрасно. Грамотный. Вот вам и топ-20. Пытается снова поставить... Ой, хорошая прикопка, смотрите. Потому что элементали здесь даже, наверное, больше дамага, чем у архмага. Ну или такое же, ладно. Прикапывай даже его специально, чтобы, возможно... Не факт, не факт. Сейчас вторая прикопка будет. Нет, нет, нет. Очень красиво. Вы красиво как. Тайминговый магазин за хуманов. Он традиционно строится пятью рабами. Потому что, повторюсь, человек не может обладать таким уровнем планирования, что вот вы идете в атаку с архмагом, с пятью футменами на вражеский экспант и думаете, что вам понадобится лечение. Нереально. Хуманы 90% делают вот такой магазин, который там в 4 раза дороже, но зато где-то в 2 раза быстрее делается. Но с элементальным с архмагом была классная ситуация. То есть Телем надолго прикапывается правильно, сразу после вызова он прикопался, избавились от фута, переключились на архмага, посмотрели на динамику нанесения урона, поняли, что можно поменять ману на прикопки и бла-бла-бла-бла-бла. Красиво, красиво. А, там, кстати, нет телепорта. Это минус архмаг. Прикапывают... Ой, нагу... А сейчас может... Не-не-не, не может. Минус архмаг. Футмена надо было попросить убить. Ну, это 3-1, скорее всего. Ну, потому что... Ну, потому что архмаг третий, он дорого сейчас будет выкупаться, это там 400 плюс... Ну, или там сколько? Около 400... Нет, 307, что ли, Гал? Я не помню. Я не помню. 275... Ну, 375, говорит. Архмаг снова! Снова минус архмаг! Ой, какая заливка! Как же кипер карается прикоп. Сейф третий раз выходит, архмаг! Но у козла уже нет прикопки. Красиво! Вау! Виви говорит, на самом деле, хуманы такие, как Старбак, не нуждаются в магазине, потому что они пушат противника, они теряют всех футов и некого лечить. О, опять! Опять! Да ладно! Ну! Ну! Блин, он мог убить третий раз. А, у него ботинки! О-о-о-о! О-о-о! 3 из 3! О-о-о-о! Как расстроился Старбак! Я бы вышел, я бы расстроился тоже, конечно. Это сумасшедшие деньги, это такая кормежка по экспе. 4 с половиной, ты... Еще панда не уйдет! Ой-ой-ой-ой, Старбак сейчас стильтанет! Ой, кто сейчас, кто сейчас горит? Кто сейчас горит? А почему дряда не побежала хотя бы одна за пандой? Алло! Он стрелял рядами по футам с дефендом, вместо того, чтобы преследовать панду, и гарантированно панду еще первого левела убить. Офигеть! Архмаг 3 будет еще полтора минуты прохлаждаться, панда первая никого вообще не убила! 1-0! И такой график вниз на два косаря в минус. После того, как у него косарик преимущество в пике был. Нано! Отданы футмены, отданы герои, выкуплены герои, отданы снова, потом снова выкуплены и отданы снова. Забейте там Т3, экспант стоит, архмаг у тебя все еще курит. А противник крепится очень быстро в центре. Здравствуйте! И вампиризм выпадает. Лучший артефакт для выхода в медведей. Да... Креппинг идет просто сумасшедший. 5-3 на 3-1. Думаю, если Старбак был это в своем дипломе, он бы уже бросил до 70-х потребностей, даже на работе, чтобы положить на этот дерево. И, конечно, все опыты, которые проходят в пике Као. Мы увидим левел-5-кейпера. Два свитка лечения. Это очень страшный проспект. Да-да-да, там Хуман офигевает просто. Там один раскладывает, почему у Хумана все плохо, а потом Леону, кажется, слово передают. Он такой, боже ж ты мой. Там и Грейды делаются тоже. А, два виспана экспандил Каха. Он фору дает просто. Пятый кипер. Пятый кипер. Но и приз еще подставляется. Когда приз ты его встает впереди армии, это тоже плохо. Третья прикопка. А почему Хуманы прямо всегда ставят вторую базу? Разве... Я помню, что быстро строится, но визуеваемое место стоит, как крыло Боинга. Оно стоит... Сколько должно? Почти 600 золота. Но отбивается быстрее, чем все другие нычки, кроме Арковской на Т3. Пошла застройка из центра. Да, два виспана. О, все, увидел. Да. Сейчас вот эти виспы привели к тому, что Старбака лимита больше на 10. Кипер еще с арбой там накидывает с лапки. Панда офигевает от этого урона. Там с руки сразу. Прилетают тебе где-то 70 урона. О, хороший форкет. Панда не третья. То есть он еще и пуш на Т2 собрался, чем панду взял тогда? Мне кажется, он панду брал ситуативно в центре, чтобы типа посражаться, посдувать. Не знаю, если честно. Может он пан... Не, он панду взял, потому что там кипер первый. То есть если у тебя нет зимки, то панда это почти что стандарт за Хумана. Потому что ты не можешь нормально дриадами контрить винные пары на медведей. Виви, ты не разбираешься просто. Вот конкретно здесь было несколько дельных замечаний, но конкретно здесь панда, потому что нет Мана Берна. Ну это не удивительно, потому что когда Виви играл, там Демон Хантер первым героем был в 95% случаях. Козла-то апнули года три назад. Пошла застройка. Ну, пам, дыхание. Почему тогда не течет стенки перед рефлами за стройку? Панда самый классный массовый дебафер в игре. Винные пары дают тебе 45% миссов по куче врагов. Никого даже близко нет с такими статами. И действует 12 секунд. От КД до КД. Патма выходит с арбой. Там две арбы уже у эльфа. Арбы, как вы помните, по Соколу стакаются, поэтому ее можно передавать одного героя другому, пока идет анимация выстрелом. Вот, смотрите, что делает. Бам-бам-бам-бам. Это чисто лалайтовская тема. Там три ранджовый герой. Там еще и Нага купит арбу, когда будет возможность. Она откажется от стрелки и купит арбу. Потому что тебе против рифлов и кастеров особо ничего не нужно, кроме трех ранджовых героев, которые там с арбы... Смотрите, там плюхи какие влетают в этого. Мортира вышла, минус половина хп. Просто у него не откатилась еще арба в магазине. Бах, на, минус Мортира. Лимиты равные. Отчаянно Старбак пытается пропушить. Кстати, неплохая ситуация. Неужели... Блин, он может... Да, у Каха сейчас... Надо нычку спасать, врываться, четвертая Нага. Ну, там свитки закончились. Как же арба тащит. Бам, бам, минус брейкер. Бам, минус второй. Бам, форкет. Бам, минус райфл. Ну, там вышки отделаются. База не работает. Да ладно, архмак, архмак без телепорта. Вот оно, вот он фокус, фокус, фокус аркнапра... Да, да, да. Еще разок. Арба... Эльфийская. Наносит без привязки к урону 53 урона с одной тычки. То есть, если вы тыкнули, сразу там срабатывает бонусный урон шестерка, первый тик яда восьмерка, и потом он дотикивает еще 6 или 5 секунд, оставшийся там урон наносит. Причем вы даете арбу разным героям. Сейчас у Наги я прям жду, когда у Наги появится арба третья, чтобы... Вот. Ой, архмак снова выходит. И снова помирает. Куда ты лезешь? Блин, там присты руками машут, типа мы ничего не можем сделать, он сам лезет вперед, больной, старый. Человек. Ну, Старбак уже минус 10 лимита. О, минус шахта. Снова архмак. Он в какой уже? Четвертый раз его выкупают? Ну, как так-то, 2-2, походу. Нет, здесь Сихака выигрывалась, больше вероятность-то, конечно же. Ему просто свитки нужны, он не может дальше пушить. Через магазин он хочет пройти, два свитка купить, хотя у него денег нет после двух покупок архимага. Не, забейте, это конечное. Взял инвул. Надо за свои вышки вписываться, иначе вся осада закончится. Четыре медведя. Мортира. Ну, позиция хорошая, смотрите, здесь медведями очень сложно прорваться. Он использует воркшоп, как вообще такие нестандартные вообще развязки. Оп, что там? Что там? Ставчик, да? Шестой! Шестой кипер! Это транквилла. Транквиллу мы никак, ну, как хуман, если мы, мы альянс, мы ничего не можем сделать. У нас нет маутен кинга, мы не можем перебить. У нас нет юнитов, которые перебивают, в принципе, у альянса, ни сеток там никаких. А что еще, кроме сетки, кстати, пробивает из обычных юнитов? У кого есть? А есть ли вообще? Ну, из юнитов, из обычных. Транквилла пошла, и всем плевать вообще на то, что происходит. Медведи греются, дриады восстанавливаются в секунду. Но позиция все равно хреновая. Надо уходить отсюда, эльфу. Он воркмага явно тыкал, видели? Он заходил не для того, чтобы здесь посражаться, а для того, чтобы воркмага тыкнуть. Блин, какие прям мысли можно почитать, потому что ты видишь в игре. Классно. О, сейчас опять архмаг. Смотрите, смотрите, архмаг, я уже вижу его. Я вижу его смерть, если он там будет ошиваться дальше. А сейчас легко он может нырнуть за вот этими медведями. Не отступает. О, и Нага купила третью арбу, наконец-то. Все, в три арбы играют. О, архмаг, 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 смотрите, был здоровый дед, смотрите. Бам-бам-бам, бам-бам, шок, и нет архмага. О, круто. Супер, 66 на 58. Ну, это прекрасная вообще финалочка, вообще супер финалочка. Бедный конь, он уже в очередной раз в этой таверне просыпается, как в Скайриме с этого, с телеги. О-о-о-о. Пятый раз. О-о-о, как сдул всех пять виспов, красиво. 70 лимитов. На, еще, на, арбой, там сразу минус прист. What am I watching? Типа, что вообще происходит? Кейпер снова с ультой и с маной на эту ульту. Можно, кстати, метнуться, да, на мортирке справа. Можно было козла туда отправить сразу. Если бы они не среагировали, они там все еще ошиваются. Можно было прикопать кого-нибудь. Ге-ге. Да-а-а. Каха 3.1 выигрывает. Ну, классная серия. Архмаг в этой... в этой игре был самым частным посетителем таверны. На него было потрачено огромное количество денег. Но видите, как арба работает? Бам-бам.